Современные технологии настолько вошли в нашу жизнь Здравствуйте, товарищи Что кажется, мы так жили всегда Какая чудо, я и так убитый А если бы мы реально так жили всегда? Три корабля за восемь золотых А, тут черная пятница Ой, давай заказывай уже Всем здорова! Мы находимся на Сурском водохранилище Приехали, можно сказать, потемну Но уже светает, светает Вот, и как раз я думаю Сейчас соберем вещи Будет уже совсем светло И отправимся на точку На Сурском водохранилище Ловить вещи, расставить жерлицы Все, короче, сами увидите Погнали! Еще сегодня очень прикольные штуки у нас будут Которые на канале вы еще никогда не видели Мы сами на них никогда не катались Никогда их... Ну, короче, впервые мы их сейчас распаковываем Пробуем, передвигаемся на них Вот, и посмотрим вообще Удобно это или нет Ну, явно не пешком будут ходить Погнали! Ну, что-то танки, я понимаю Можно летнюю ванну сделать себе в них И потом купаться Дверь, замерзли? Давай, толкай! Все! Егор, доброе утро! Доброе утро! А вы что, уже пришли? Вот она, вечно что? Да! Я тут в УАЗике, значит, на берегу Давай! Всем привет! Я уже честно, прям в щи Я говорил, что сегодня морозы у нас стоят Стоят морозы, минус 25 градусов Но уже жарко, нереально жарко Морозы, морозы у нас Предкрещёнские, прям такие Жесткие Температура такая у нас на Новый год Дождь, слякоть Сейчас хороший, такие крепкий мороз Там под 26-28 И вот буквально через два дня будет 0 плюс Видел? Вот так вот Рыба вахла и просто будет Ничего не будет клевать Что, давайте, мы будем дальше Раз, два, три, оп! Пару комментариев, хочешь сказать сразу? Это первая наша рыбалка с таким объёмом техники Симняя рыбалка с таким объёмом техники Скажу, непросто И просто у Азика был забит под завязку Вы видели Сейчас всё это разгружаем Уже прям хорошо согрелись Спотели даже Сейчас всё это соберём И попрём Ловить леща И жерлить ставить сегодня будем Выгрузили вот одну вот собаку А у нас ещё есть вторая, она вот три Та ещё потяжелее Сейчас будем выгружать И всё Прикольно Погнал Один Две На мою луну, вот собаки, есть я Есть мото-человек Мото-человек Ну чё, Егор, ты здесь всё знаешь У нас артёп не тянется Кранчик вот в себя Мы в стрелочке нарисуем А, да, это вот в себя Кранчик вот в себя Это на себя Ну всё просто В эксплуатацию Да, берёшь и дёргаешь Попробуем Берёшь и дёргаешь Это просто О, дай ему там влезть А потом вошёл Есть, контакт Чё, работает, всё Пусть пока Тарахтит Стоялочным тормозом Люди, у которых клюёт Под нами Тарахтит Тарахтит Это хорошая мотособака, из которой придется на фишкатуре. Ой, я не смог ее догнать. Едем дальше. Значит еду с полной уверенностью, что Егор сзади. Общаюсь с ним, спрашиваю их, за нами едут или нет. Поворачиваю голову и они... Смотрю, справа он на ваших санях едет. Я просто упал, ты что-то газку поддал. Просто вылетел. Я с тобой бежал вот так вот. А ты газ жмешь и просто уходишь от меня. Хорошо они меня заметили. Я к ним прыгнул. Очень смешно. Все, давай быстро разгрузимся. Прибыли на точку. Сейчас будем здесь рыбачить, собственно. Погода супер холодная. Помимо того, что мороз, прохладный, даже холодный, ледяной, пронзающий ветер. Ну а мы в теплых костюмах. В принципе, это заряженные по одежде. Поэтому, я думаю, сейчас мы даже в такую холодную погоду прорыбачим в кайф. Самое главное, чтобы рыбка клевала, так сказать. Пацаны, никитос пробуривается уже для жерлиц. Пробурил лунки. Пацаны сейчас будут ставить жерлицы. А я снова до берега доеду на собаке, чтобы встретить нашего товарища, коллегу, директора, так сказать, нашей компании Пенсульмаш. Он с нами решил на несколько часов выбраться на рыбалочку. Сейчас я его встречу. И как раз, пацаны, наверное, к этому моменту, возможно, жерлиц уже растает. Мы будем леща еще ловить. Есть сало! Всем этим заниматься, короче. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вон, натоптал тропинкой, прям бровочка идет. В ту сторону 4 метра, сюда 6. Я как раз натоптал, наверное, на 6-ти прям край. Прямо следа? Да и более. Ну, вот прям полметра влево, полметра вправо. Вон палочек торчит, там коряжник 5 на 5. Ага. Вот вокруг прям несколько жерлиц поставить. Да. Или в самом финише тропинки, я там тоже напетлял, там тоже коряжник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мороз, конечно, ужас. До железа нельзя дотронуть, сразу замерзает. Вот мы выбрали погодку, конечно, сегодня. Зато солнце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, до того. Раз, два, три, четыре, пятая. Еще 15. Зигзагом по бровьке пройдемся. И потом еще в ту сторону немного сделаем лунок. И будем надеяться, что кто-то клюнет. Здесь и щука, и судак на жерлице может. Есть шанс кто-нибудь поймать. Он всегда есть. Погнали дальше. Очень сильный мороз. Наверное, где-то 24 градуса примерно. Но по ощущениям все 30. Ветер не сильный, но такой он пронзающий. Прям вот идет до костей. Поэтому чаечек это прям спасение. Сейчас вот подутих, да? Да, подутих. Подутих, это вообще красота. Вот он прям сразу, только подутих, и сразу теплее стало на душе. И коровку. Нам вот люди сегодня, сегодня, вчера говорили, вот это вы, говорит, выбрали день для рыбалки. Потому что сегодня вот мороз за последнюю неделю, ну прям такой, минус 25, плюс ветер и прочее. Последний день, завтра плюс один. Да. И нам говорят, вот это, говорит, вы выбрали время для рыбалки. А мы не выбрали время для рыбалки. Мы вот когда у нас есть время, мы поехали. Рыбалка выбирает время для нас. Благодать. Вот сейчас прям хорошо. Я взял с собой защиту от мороза. Но она замерзла. Чувак, погнали. Щука уже. Я, кстати, видел, когда мы шли на вот собак. Там у кого-то жерлица такой, ну там штук 20 тоже стоит. И один сложок поднял. Но никого рядом нет. Здесь Егор не только щук, может и судак. Нам поэтому дали, короче, и крупную плотную, и поменьше. Давай, где жерлица? Вон там. А я пойду еще бурить. 12 пробурил. Мы решили 30 поставить. Осталось всего-навсего 18. Отмерзли луночки-то сразу. Сколько прошло? Минут 15. А уже пришлось долбить. Пальцы выкинь просто. Это что-то с чем-то. Это очень сильный мороз. Я, наверное, в такой мороз никогда жерлица не ставил. Такой противный. Но руки, конечно, я не знаю, какая скорость у нас будет в установке жерлица. Но руки, конечно, отнимаются просто. Не хотят. Ничего. Не слушаться, ничего. Пойдемте дальше. Вот когда ставишь жерлица в такой мороз, самое обидное, что ни щука, ни судак. Вот если самое обидное будет, если ни щука, ни судак, никто не ключит. А вот знали бы они, в какую погоду мы сейчас это все ставим, да? Как это нам тяжело. Взяли бы такие, сжалились на дна метки. Ну ладно, клюну. Судачок трешечка такой думает. Но ребятки замерзли, устали. Ладно, порадуй-ка я их своей поклевкой. Вот. Мы его достали, порадовались и забыли про то, что нам было холодно. Слышишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, отправляем. О, платышка какая-то. Что хочешь сказать? Вот первые жерлица ставишь, руки прям выкинуть готов. Они греются потом. Настолько адаптируются, что уже вот типа и не ломит даже. Так прохладно, да? Ну и... Адаптация. Вторая стадия. Третья это уже обморожение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойду помогать. Пойду точно пацанам пустить. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все лунки пробурены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прям вот такое сейчас ощущение, что надо срочно в баньку вечер. Ну ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как правило, в такой мороз греет чай и сало. Ветер, конечно, капец. Руки обычно не мерзнут. Ну и от мороза, если честно, не сильно руки мерзнут. Ветер, перчатки даже. Ветер, летят от него в раздорном. Хотя, Егор, какой топ блюд вообще. Давайте хлебушек, Егор, приготовим. Так, Маша, старая, добрая нога, никак мы ее не съедим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как старая? Борман, она этого года, сказать так. Бр... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ухлеб я вам скажу. Просто. Теперь гвозди забивайте хлеб... Влезли, влезли. Сейчас костер разожжет, и мы погреем там. А как прострять? Сегодня мы первый раз на Сурском докранилище, на жерлице, ни хуя не поймаем. Если в следующий раз приедем, то будет второй раз, ни хуя не поймаем. Купаться прикольно, отдыхать прикольно, на лодке плавать. Но вот, блин, с рыбой пока не везет. Может потому что я не верю в Сурское, поэтому и не везет. Надо просто поверить, да, Егор? Я на Сурском, если честно, нормально. Судак, да. Судак? Здесь, да, на 300. 300? А что с ним сделали потом, отпустили? Нет. А вот мы тогда ездили на Волгу, Семен с нами ездил. Мы судачков маленький прям, только лошадь, поймали. Тут свежий прям, да, фразу, сковород, прям насаж, что-то. Они очень вкусные. Это очень хороший. В общем, летом мы ловим только судака. Ловим судака. И так что, вот, до момента былого, до момента передавления, там, минут сорок осталось. Ну, он просто нижнейший. Да? Пусть будет. Судак, он сам по себе гастрономически очень ценный. Я знаю, что желаю вам сегодня ценность? Что? Что попал в судак? Вам не надо, вы мне отдадите. Я вам буду очень благодарен. Да. Вы-то сидите перед экранами дома в тепле. Поэтому бегите в холодильник, быстренько что-то достаем. Там, у кого сало есть, колбаса, все подряд, там, чаек завариваем. Может, там кто, пивка решил, самогоночки шарахнуть себе, накрывайте на стол. Смотрите нас и вместе с нами, так сказать, трапезничайте. Но у нас вот так вот импровизировано получается. Один подбегает, закинул сальцушечку, второй, третий. Нет такого прям, да, группового. Но сейчас мы разогреем на костре хлеб и чуть попозже сделаем руброчку, да, Егор? Да. Ну, такие вот условия, да, Мороз. Эй, конвейк! Опа, перегон рубрик! Что, жертвочка у нас скачала? Вот это да! Сразу адреналин! Курорь! Ну, она просто вон в это... Что, ветром думаешь? Нет, сдернула, да. Флажок стоит? Нет, или срыт. Ну, пока не понятно. Да, мне кажется, там нет ничего. У нас одна штука в Сызрани была. Она не крутила, а мы поднимаем, там щука. Да, там мелкая. Ну, короче, мне кажется, груз уже на дне. Здесь на Сурском несколько раз было, даже флажок не срабатывает. Полдня стоит. Ну, ты знаешь, ее сматывается, там Судак сидит. Так, так, что? Нет, ничего. Доброе плотву, а? Чего? Можешь удар? Мимо? Что? Что? Дос на плотве нет? Нет. Нет. Ну, какой-то карандаш Судак тронул. Слушай, ну да, по ощущениям, что Судак, мне кажется, если щука хотя бы как-то зацепает, от нее, за то, что ей много зубов, она, мне кажется, оставляет какой-то след. Нет. А вот Судака клыки помог ударить реально и не зацепить ее просто. Так, ну что? Такой мороз, хотя бы, может, поклевки нас вот такие будут радовать, но желательно, конечно, не такие, которые будут приносить рыбу. А так, в целом, что, уже какой-то адреналин, да, Егор? Да, да, я уже бежал с предвкушениями сейчас. Нет, я бежал, видел, что ничего не крутило, поэтому не было никакого предвкушения. Будем надеяться, что в следующий раз Судак не промажет. У нас как попадали здесь, вообще усадцы, ну не прямо здесь, а вообще на море. Джеральд стрельнула, и нихуя, вытаскиваем, ну, живец помятый, а ничего не поймался. Друган так опять ее стравливает, ставит, вот ток заряжает, прям вот, тыж, нахер, дур-дур-дур-дур-дур, опять мимо. И так раза три или четыре, блядь. Потрясно, бьет и бьет в нее, да? Да, и холод ставим, он, блядь, в полуметре у дна стоит рыбех, я ей балансирочек стравливаю, прям один взмахливаю, плысть торчит. Да? Прикол. А сейчас можно на прибор глянуть? Вон он стоит, прибор, бери да гляди. И у нас прибор есть. И у вас есть. Во, Никитос, вот это дал ты. Крова мы хорошие взяли, сухие, сейчас они быстро схватятся. Ну что, я снова купил мотыля в этих пластиковых тарах, которых они выдают, и забыл его переложить в мотыльницу, в которой бы он не замерз. Сейчас мотыль представляют примерно наравне, они сейчас соревнуются, кто из них тверже, хлеб или мотыль. Вот я его сейчас положил себе вовнутрь отогревать. В теории он должен отогреться и стать мягким. Денис правильно сказал, говорит, купай сразу, говорит, мотыльница. В голове-то была мысль, что типа переложись, но вот мысль была в голове, и я переложил. Переложил, но закормочную. Братишку. Просто полкило закормочного мотыля, ребятки. Лещ должен прям прийти на ужин, я бы сказал, на обед даже. Званый обед будет. Ну, в целом, как рассматриваете вообще наш выезд в такую погоду на рыбалку? Кстати, рыбаков, если честно, на Сурском гораздо больше, да? В такую погоду прям мало. Во-первых, я думаю, вот без палаточников уже сразу можно отсеять, а только мы. В остальных палатках. Минуты не проходят, а замерзайте. Палатка куда-то не шла. Нет, там, я вот смотрю, вот рядом с оранжевой палаткой едем, там труба. У них там вообще, мне кажется, в свитере сидят люди. Они, возможно, в воде вот так. Да, надо нам тоже палатку приобрести, да, Егор? Даже просто вот так вот на улице жерлица расставил. Греться хотя бы зайти, там тоже затопил, печка, все дела. Пойдем, расскажем. Вы уже, наверное, заметили, на чем мы сюда добрались. Добрались с ветерком, я бы сказал. Да с таким пронзающим. Братья, с этого сезона решили двигаться не пешком. На самом деле, расстояние огромное, пешком не проходишь. И постоянно кого-то просить, чтобы нас там довезли, не довезли на мотособаках. Людей не дергать. В этом году решили вот двигаться. У нас две мотособаки. Это Фолар. Вот очень удобная, прикольная. Там сразу сиденьки есть встроенные. Я на ней, короче, погонял. Сюда ехал. Кайф. Удобно. Можете просто на сайте там найти, заказать. Возможно, есть дилеры в вашем городе. Мы одинаково решили не брать мотособачку. У нас есть еще вот такая вот ферма. Вес, который она может отвезти куда-то. Это 400 килограмм, да, Игорь? Да, 400. Представляете, 400 килограмм. Это можно Максиму Назарову сюда в санку положить. Которого с нами сегодня нет. И ящик еще какой-нибудь. И он увезет их в моих ящиках. Да. Здесь я вот сижу на ящике. Вот так вот она просто уехала. Очень кайфово. Едешь прямо в Санков. Вот себя можно наложить. И гоняешь. Фишхантер. Называется тоже классная собачка. Тоже, видели, легкая в управлении. Вот я даже на месте ее кручу. На которой она еще легче. На ней преодолевали, ну, огромные, большие достаточно расстояния для мотособак. Вот там от Москвы до Ярославля шли на таких мотособак. Это, сколько, 300 километров. По Байкалу. По Байкалу, так сказать. Да, есть, что там люди Байкал преодолевали. На этих мотособаках. Они достаточно мощные. Вот мы прицепили двое санок. И еще сзади можно прицепить. И она все утащит, увезет. И плюс, смотрите, здесь еще есть. Вот здесь вот под ящик прям местечко хорошее. Удобные ручки. Можно поднимать, перетаскать. Здесь вот ручка. То есть, если где-то чуть подзастрял, но так подернул, все нормально. Но самая фишка в чем. Да, фишка в чем. Если вы заказываете на сайте вот такие вот мотособаки, они вам будут приходить вот с такой фирменной наклейкой. Люди, у которых клюет с нашей наклейкой. Поэтому, у кого в мыслях есть приобрести вот собачку и думает, какую брать, мы за эту собаку ручаемся, советуем. И вы тоже будете форсить по своим просторам. Вот с такой наклеечкой. Люди, у которых клюет. У нас уже сегодня одна поклевка была. Значит, мы свое название оправдываем. У нас же не называются люди, которые всегда ловят. Люди с трофеями. Люди там с китом ебать или с щукой на два метра. У нас люди, у которых клюет. Поклевка была. Поклевка была, Егор? Все, была, есть. Отлично. Да, поэтому, братцы, кто хочет вот такую мотособаку, заказывайте, будете гонять. Будете такие же, как вы, гонять на такие мотособаки. Передвигаться просто, передвигаться кайф. Все загрузил. Как мы раньше натаскали на своих плечах. На этих санках. Вот так вот. По сугробам. Это просто сел. И все. Шикардос. Да. Теперь пойдем в костру. Может быть, уже там что-то разогрелось. Надо хлеб отогреть, чтобы сало поесть. И ждать, когда жарлицы будут клевать. Я думаю, что мы заслуживаем лайка за то, что выбрались в такую погоду, когда многие люди предпочитают там в субботу просто посидеть дома. У нас все замерзло. Хлеб замерз. Сало замерзло. Лица замерзли. Но на душе тепло, потому что мы с своей дружной компанией. Ну, Максика сегодня нет. Он там по своим делам в другом городе. Но Макс бы не замерз сейчас, да? Да, он бы. Да, он бы расстегнулся. Говорю. Ааа. Егор, а что там у нас на часах? Какая рыба должна клевать? Сейчас посмотрим, кстати. Сейчас у нас на часах в прилове, а точнее должна ловиться. Ну, смотрите, щука. Опа, без десяти как щука. Без десяти как щука. Прям без десяти как щука. Блять, у нас они не ходят, Егор. Да. Мы сейчас так можем сами настроить на любую рыбу, которая нам нужна. Так, давай, может быть, это волшебные часы. Да? Может быть, да. Да. Это нам подарили, кстати, на Новый год часы, да? Олив сюда вот подарили. И, получается, это, скорее всего, волшебные часы. Кстати. На Новый год. На Новый год же волшебство случается. Конечно. Давай, Егор. Давай. Кто нам нужен? Нам судак сейчас нужен. Судак нужен. Все, да? Сейчас судак должен принять. Время судака. Пойдем, пацанам покажите. Да. Обрадуем. Пацаны! Ага. Короче. Через три минуты судак клюнет. Как говорится, по часам у нас тут три минуты до судака. А вы знаете, что у нас в команде есть? Егор Мотыль. Каждую рыбалку просто мотыля заморозил. Давай покайся перед подписчиками. А уже все скажу. А сейчас в комментариях будут писать все равно Егор самый лучший. Егор, заебись, а ты расскажи, как ты мотыля каждую рыбалку порешь. Да. Каждый раз. Я привожу замерзшего мотыля. Ладно, не обижаемся. Да нет, ну а что? Мы все равно леща не ловим. Я даже сейчас думаю, что прям желает сейчас плавить. Ну а кто заморозил, не заморозил, какая разница уже, да? Да, кстати, вот сегодня. Да я его отогреваю. А ты мотыля-то отсорцировал. Отсорцировал? Да. Это как? Ты что, не знаешь, вот на верхней броське здесь, на пяти, на четырех с половиной метров здесь клюет плотва. А на шести метрах вниз клюет лещь. Да. Но плотва клюет мотыля на самок, а лещь на самцов. А как ты их отлучишь? Берешь мотыля, двумя пальцами за голову аккуратно и между зубов просовываешь, застревает на место. В отдельную коробочку. Опа, флажок встал. Ну да. Рыболовный подарок. Я, короче, тебя не захотел сегодня оставить без рыбы. Ага. Потому что, а что подписчикам тогда писать? Плотву у меня подарочек живца? Нет. Я подарок приготовил, но тебе его надо найти. Давай поменду, горячо-холодно. Давай. Давай. Можно уже, да? Да. Вот теплее, теплее, теплее. Сразу пошел, кому-то знает, тепло. Тепло, тепло, тепло. Нет, тут холоднее. Холодно, холодно. Как вот на улице сейчас, так и там. Холоднее, холоднее. Туда холоднее? Вот, теплее, теплее, теплее. Очень сильно тепло. Там сильно, прям тепло. Прям горячо. Горячо, Егор. Горячо? Ой, прям горячо, капец, как сильно горячо. О, горячо, 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 горячо. Еще сильнее горячее горячее. Да ты угораешь, нет ничего. Нет, есть. Реально горячо? Да, очень сильно горячее. О, в снегу. О, еще горячее просто. Сейчас сильно горячее. Опа. Опа. Ничего себе. веселая рыбалка короче это удочка и три рыбы один магнит сейчас больше вот такая вот прекрасная штука теперь у меня есть ну все три рыбы я в любом поймаю так его речка все упаковки сейчас я пойду прикормлю я что в году пацаны подарили потрясающее средство на день рождения которая на сурском водохранилище как нигде лучше применимо самый лучший химий михолоп на сурском водохранилище где народу побольше там плюет искать тех кто уже нашел а вот даже зиму даже летом на лодочке стоишь смотришь агучка улица да но есть есть палатки на суши люди рыбачат наши зрители хочу попросить поставьте огромный просто лайк свой самый мощный и напишите комментарий пашка оператор красава просто напишите потому что сейчас такой мороз пашка снимает нас мы приходим двигаемся на пашку конечно двигается теплым костюме у нас но столько объема выполняет работы пашка у нас на рыбалке столько труда поэтому надо надо обязательно написать пашка красава оператор лайк поставить спасибо ребятки я пойду к этим закормишь на мотыля дам а то у нас полкило надевать его некуда тоже набрали пока из наших никто не созрел сейчас придет на мотыля лещ и все сразу значит бурит и закармливать всего ждем прибытия леща на площадку раз мы с никитосом приступим готовки потому что в такой мороз и горячее блюдо покушать всегда за здрасте никита будет главный шеф форум сегодня в отсутствии максима я им просто буду помогать по упору по размеру сюда убираем макс нет у нас они жареные пельмени со сметаной у нас уже включать какой третий ролик подряд особо рыбы нет да ну и горы есть три штуки им подарил час мы по льду еще наловим не переживайте смотрите следить за нами на еще оторвемся просто так получается что мы вырываемся не в такую погоду которую нам удобно типа было бы шикарно ага смотришь хорошая погода хорошее атмосферное давление все располагает к удачной рыбалке но в это время мы заняты вот можем на выходных выбираться так и делаем но я думаю большинство так рыболов но в целом мы получаем удовольствие от нахождения на природе наша компания сейчас вкусно поедим покайфуем замерзнем и поедем домой греться а я еще в баню предлагаю я думаю знаешь почему она отпускает короче нам надо сейчас по всем жертвам пройтись и лед расколоть она чувствует сопротивление отдыхает то шлет замерз я сейчас он пробил кулаком там вот такой толщины лед хотя она крутилась но чувствуется противление видишь по ощущениям что это прям какие-то судачи а дура но судак он же видишь как щуку так вот глотает а судак бьет и чувствует что не зацепился за крюк все сразу валит давай чуть и да 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 я здесь могу ружешь нет леску просто под уберу судачок пожалуйста вот финансов судак 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 1 судак это волшебно это было волшебно ребят а мы чё поставим на судака конечно мы часы на судака поставим вот пожалуйста ну работает волшебные часы это носит он пузатый и бачок цирный вот чем опять же судак вот лучше вот зимой первый раз судака ловим поймаешь она задолбает антох по твоему заказу забираем судачка домой судачок егор давай пятачок попался счет егор пятачок все есть прикольно морозить даже пятаки больно давать ударил и молчит да 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 ну видишь судака такая вот видимо все ведет зимой слушай получается можно походить на вибы не на виду видишь где-то андрей горки клюет на жерлица клюет она вибы горит просто не хочет но это есть отличие vip это имитация а здесь настоящий живец тем более плотва здесь кормовая база на сурском плотвичка это уже значит что не зря вы мерзли ставили эти жерлицы и судак первый судак это и зимой можно сворачивать жерлицы домой но сначала здесь пельмени пельмешки на покушать да а сейчас варил тебя только на чем кушать пойдет еще опять подъемы будут масло кстати с пензенского кирпичного завода весь этот брикет кидайра надо подсолнечного залить немного там надсолнечного потом надсолнечного потом между солнечным об чуть-чуть забрать опа пельмендосы мало давай еще никита пошла за пельмени это домашние на бабушку лепила никит мы видно что по формовке не домашний домашняя вопрос красивый она через это лепит да наверное вот такая короче при много нагрузили поэтому они это не обжаривать а вот здесь сейчас в центре слипаться начну для этого сливочное масло у нас и не шестер не слипать максим нас беда приезжай кормить нас масло не там а вода хоть закипит горда маленький чак вот метан добавили сливочное все по кайфу а сейчас кайфу просто вот прям напрямую и по каким дорогам просто вижу вас а дорожка идет закатывал объездом да ладно я прям по всему снегу пошел напрямую кайф собачка прямо отлично так пельмени у нас уже закипели поэтому надо посолить сейчас посолим добавить приправу чесночок и оставим докипать это просто приправу с сушеными овощами за вкус нам пора есть потому что погода ухудшается уже и видимость пропадает здесь даже солнце не видно говорят чего ловить то говорят здесь нечего ловить нам но мы короче собственном ритме сейчас поедим и отправляемся домой да да короче чем и пельмешки горячие пока они горячие остывается очень быстро перекусим и пацаны не расслабляйтесь нам еще надо собрать 20 жерлиц и пальцы свои приготовьте нужно успеть закинуть пельмешку вот до того как она замерзет бульончик вот это сливочный тут и сметанка и вся движуха шулем-булем короче вообще ништяк или народу сварить народу сварить народу сварить как пидорас сбивает это не успевает забрать вот он хороший а судака следов и не будет у меня чё дураках чуть-чуть чешуя сдертая чё закинем еще раз нормально чё три подъема это уже наш узком нормально щелком возвращаемся чё мы имеем поклёвку но без рыбки снизу под горячей да что ничего страшного никит просто мясо вот так ешь а тесто мне надо наверное пашку надо отпускать пускай он вырубает камерку с нами перекусил мешок так чем мы будем прощаться сейчас собирать жерлицы и уезжать это уже наверно снимать на камеру не будем так не думаю что это так сильно интересно но у судака есть такая особенность что он плюнет и стоит нам дядя андрей сказал что были такие часто случаи что флажок не поднимается потом когда жерлицы начали собирать там судак сидит если такое будет то мы наверное расскажем вам такой контраст вот здесь все холодно а пельмешку горячего закидываешь и город и не порыбачил на свою удочку встречи на следующей рыбалке ну да такой мороз не достал я класс клёвую рыбалку подарю веселая рыбалка значит веселая рыбалка будет в следующем выпуске и это рыбалка тоже веселый морозится нам не дает скучать конечно так братцы если это видео вам понравилось обязательно забудьте нам ваш супер рыболовный лайк вот такой да а нас не сердитесь то что у нас уже там который на третий ролик подряд не так много рыбы она есть она есть мы свое название люди которых лет подтвердает то у нас это три подъем на жерлицы да не половили леща но она в такую погоду если честно ну и у нафиг тем более по приборам рыбы нет чё лайки подписки комментарии братва подписка это обязательно мы знаем что многие смотрят но не подписаны нажмите подписаться вам же не сложно колокольчик чтобы не пропускать одним из самых первых видоса смотреть ну и в целом всем спасибо за просмотр давайте всем хороших рыбалок если нажмешь вот сюда то подпишешься на наш канал если нажмешь сюда то посмотришь годный видос также крутые видео находится тут и тут всем респект спасибо за просмотр! а спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!